Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире вашего общественного телевидения снова программа Барды Онлайн. Телефон студии 325 05 25, поэтому телефону вы можете смело звонить нам сюда, задавать свои вопросы, комментировать происходящее. Меня зовут Елена Гудкова, я автор и ведущая программы Барды Онлайн. И знаете, в прошлом эфире я совершенно точно помню, что я обещала сегодня в качестве эпиграфа спеть вам песню. Вот прийти с гитары, спеть песню, ну не спою. Получилось так, что, понимаете, в общественном транспорте, в общем, не увернулась от бациллы, так сказать, ходячей, вот простыла немножко, поэтому берегу голос, поскольку совсем скоро у меня сольный концерт, театр и эстрады 9 октября, не за горами, берегу голос, петь сегодня не буду, а всецело отдамся разговору со своим гостем и буду благодарным слушателем его песен. А гости у меня замечательные, в общем-то других гостей я не приглашаю, гость действительно замечательный, знаю его очень давно, этого автора, и очень давно мы также с ним не виделись. Поэтому сегодня встреча здесь, она для меня, ну, еще более, наверное, такая радостная. С удовольствием представляю вам автора-исполнителя Дмитрия Баковицкого. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, так сказали, прямо сейчас слезы потекут. Слезы у меня текут вдруг. Нет, ну, действительно, я безумно рада вас видеть, потому что вот мы тут считали, перед программой сидели... Давайте не будем говорить. Про годы не будем. Про годы не будем. Про годы не будем. Было давно. Было давно, действительно. Было давно. На концертном зале. И даже в концертном зале мы видели. Да, да, в фенерации. Ну, а где еще барды встречаются? Наверное, на площадках таких. Да, наверное. Дмитрий, давайте, может быть, вы исполнили сейчас какую-то песню, а мы уже потом поговорим. Да, давайте. На клавесине Баха исполняли, как будто звук натреснутый роняли хрустальною слезой. Из глубины глазниц средневековой готики бойниц галубизны, раскосы модельяне, галубизны, раскосы модельяне. И не отвязно, словно наважденье, обоявла, девало ощущенье вангоговского солнца, синевы и зелени, бриллиантовой травы, и дождика грибного очищенья, и дождика грибного очищенья. И слезы, и благодарность цветы, и чтоб лицом и в поле, и в цветы вдыхая аромат земли и неба, как откровенье выпавшего снега, прекрасное не терпят цветы. Служенье мус не терпят цветы. Спасибо огромное. Дмитрий Буковицкий у меня в гостях. Телефон студии 325 05 25. Просыпайтесь, звоните. Дмитрий, вот раз уж зашел у меня такой разговор вначале, вы знаете, про простуду, а вы ведь врач, вы доктор. Доктор. И сейчас очень многие петербуржцы и чихают, и кашляют. Ну, такое вот общее, такое общее какое-то простудное состояние. Может быть, вы что-то посоветите, какие-то экстренные меры, не знаю, что, что, ну, как бороться с этой простудой, потому что работа не ждет. Как бороться, да. Надо верить в себя, это первое. Вот. Ну, а как я борюсь? Ну, кстати, как доктор борется с простудой? Лекарствами или какими-то народами? Ну, если крайне необходимо, то лекарствами, а если нет, то надеюсь, что оно само пройдет. Ну, в общем, уверовать в себя, то есть лечь вечером и сказать, завтра утром я буду здоров, и просыпаться, и быть здоровым. Ну, это не всегда получается, но стараюсь, да, и, ну, стараюсь не заболеть, это тоже такое... А вы, кстати, как, вот вы доктор, врач, да, вы часто болеете? Ну, у меня уже возраст. Ну, больничный не беру. Больничный не берете? Трудоголик вы не у вас? Нет, ты не трудоголик, я просто знаю, что ходить в поликлинику, это хуже, чем на работу. Так что лучше уж ходить на работу. Еще вот, знаете, вы врач-кардиолог, вы работаете уже сколько, 20 лет, да? Нет, я работаю... Нет, в диагностическом центре. А, в диагностическом центре, 20 лет, да, вот в этом году 20-летие диагностического центра. 20 лет, вот только, значит, в этом центре. И наверняка ведь барды, которым вы хорошо известны, вы в этой среде общаетесь, наверняка ведь барды обращаются к вам, и вы наверняка такой доктор всех бардов петербургских. Есть такое дело? Есть такое дело. Чуть что, наверное... Одно время я даже... у меня был целый набор сердец бардовских. Но дело в том, что я эхокардиограмму делаю, и я делал фотографию, и вот эти сердца были бардовские, у меня там целая коллекция, вот, а потом я подумал, ну... И вы не сохранили это? Нет, я ее потерял. На самом деле, я даже рот открыла, потому что это настолько, мне кажется, здорово. Да, это интересно. Интересно. Там, ладно, фотографии там... Ну, была, была такая коллекция. Так вот, есть ли какие-то профессиональные болезни бардов, вот можно так сказать? Вот есть ли, как вот, я не знаю... Ну да, вот, как профессиональные болезни, чем болеют бардов? Да нет, они болеют всем же тем, чем болеют все остальные. Основная проблема – это сердце и голова. Вот, 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 две проблемы, которые у нас есть, вот, потому что, и в общем-то, наверное, вот этим в основном мы сейчас и занимаемся, лечением этих проблем. И они, наверное, также касаются и бардов. Понятно. Значит, барды такие же люди, в общем-то. Абсолютно. Понятно. Вы занимались, я знаю, что вы занимались наукой, прежде чем стали вот практической медициной, да, занимались наукой... Нет, я занимался сперва... Я был... Я служил в армии врачом, вот, потом я был врачом больницы скорой помощи, потом я попробовал себя в науке, чуть-чуть, три года, но даже занимался невесомостью. Это космические какие-то... Проблемы в невесомости, да, мы ставили эксперименты по гиподинамии. Это, в общем, интересно, достаточно, да. Вот, но 95 рублей зарплата, второй ребенок рождает, должен родиться, жить не на что, совместительства запрещены в Академии наук. И я опять ухожу в практическую медицину, не потому что там я могу где-то там левые деньги заработать, но об этом тогда и речи не было в то время, да, господи. А потому что там можно было совмещать, и потом работал на пяти работах таким образом, кормил семью. Ну, преподавал там где-то там на автобазе врачом, там, ну, в общем, в пять утра вставал. Ну, я об этом не думаю. Вы знаете, когда вот у себя там в деревне я сейчас живу, то у себя я там что-то сделаю, потом проходит там несколько лет и думаешь, господи, как это я вообще, как у меня сил хватило все это сделать. Хватило. Ну, так что не надо задумываться над этим. Ну, наверное, еще по молодости, вот я, не знаю, тоже вот я оглядываюсь назад на себя. Ну, сейчас бы я не смог. Да, да, да. Сейчас бы. Просто столько было желания, стремления, вот с возрастом как-то вот пропадает, прежде всего, мне кажется, желание какое-то. Ну, уже не так художество. И желание не... Ну, да, 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 уже, так сказать, уже не тот запас. Да, 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 да. Энергия, наверное. Знаете... Уже экономишь, начинаешь себя экономить. Я уже где-то лет 10 себя экономлю. Ну, 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 хотя на самом деле это делать не надо. Ну, чисто вот интуитивно, да, уже начинаешь экономить себя. Понятно. Знаете, какой вопрос хотелось спросить? Наверняка ведь ваши коллеги, врачи, да, они слушают ваши песни, вы им показываете. Наверняка ведь знакомы с вашим творчеством. Вы, да? Или нет? Я этого стесняюсь. Вот я честно говорю, я... Ну, я считаю так, работа – это работа, да. А я на работе не должен быть бардом, я на работе должен быть врачом. Это вещи, ну, несовместимые. Я в своей книжке, вот в первой, я писал о том, что лично я не пошел бы к кардиологу с гитарой. Вот, я пошел бы все-таки к кардиологу, который больше ничем не занимается другим. Но потом прошло некоторое время, ну, меняем свои точки зрения, прошло некоторое время, и я подумал. В принципе, я, наверное, вот такая уже у меня стезя была, что все вместе, то есть вот и кардиология, и медицина, да. Медицина – это искусство по Гиппократу. То есть и медицина, и творчество моё подчинено одной цели. Вот, это та цель, чтобы, ну, не знаю, как-то изменить человека, помочь ему. И вот про грипп-то мы начали, там, простуду, да. То есть вот песня, она, наверное, лучше лекарства от простуды. Сейчас мы как раз перейдем к песне. Я еще вот, получается, что сегодня коллеги, если вас видят по телевизору, для них будет, для многих сюрприз, вы хотите сказать? Что? Ну, я, как я понял, ваша программа выходит по кабельному телевидению. Я не знаю, если у моих коллег есть кабельное телевидение. Но мы во многих районах вещаем, во многих районах, да. А у вас, кстати, нет такого, и не было идеи написать какой-нибудь такой гимн врачей, например, такой, или кардиологического центра. Знаешь, сейчас корпоративные гимны такие рождаются. Я гимны не пишу. Вообще даже не потому, что не хочу, а потому, что не получается, не умею. Хотя, на самом деле, я написал песню о 26-й больнице в свое время, где я работал до 13 лет, но она была как песня, она не была как гимн, но сейчас она считается у меня гимном. Ну, не важно. А вот вообще о медицине можно говорить только с тоской и грустью, потому что только что плакать. Но вот я пытаюсь улыбнуться сквозь слезы. Давайте так, я вообще эту песню думал спеть попозже, но вот спою сейчас. Получается так, что я вот немножко шуточная песня, но о серьезной я о медицине говорить не люблю. Колыхалась масса студня, я его помял рукою, где-то в правом подреберье надавил и отпустил, и различные болиные потекли ко мне рекою, так в приемном отделении я к дежурству приступил. Где болит, что принимали? Дверь закройте, не мешайте. Я не вам, трубу прорвало. Подождите, я иду, извините. Задержался, что по пояс, раздевайтесь, не волнуйтесь, дверь закройте. Я за сутки всех приму. Я не вам, вы что стоите? Это доктор, не стесняйтесь. Вы куда? Ах, вы с каталкой? Почему же сразу две? Ладно, ладно, разберемся. Вы, пожалуй, одевайтесь здесь в мочу и кровь по цитру. А у этой ЭКГ, что опять звонок из гузла. У меня в глазах двоится, мы же все им рассказали, что когда кому и где. Боже мой, какая проба. Посмотрите, что творится. Консультация на травме. Ставьте вещи на окне, рот закройте, не дышите. Что такое? Кто напился? Отведите в изолятор. Извините, я не вам, я сказал ведь. Не дышите. Из ГАИ за экспертизой. Что случилось? Обождите, у меня больной упал. Если вы домой уйдете, я за вас не отвечаю. Полежите, не вставайте. Сколько раз был жидкий стол за окном. Уже светает. Дайте мне стаканчик чаю. Сам поверьте, удивляюсь, как я сутки протянул. Вот это прямая речь ответственного врача приемного покоя. Дмитрия Баковицкого. Дмитрий Баковицкий у меня в гостях. 325-05-25, телефон студии. Подключайтесь, уважаемые телезрители. Спасибо за песню, но она такая жизненная. Жизнь. А это реалии. Обычный реализм. Так, как это все на самом деле есть. И причем ничего смешного. Это жизнь. Это для вас, да. Когда смотришь со стороны. Хотя мы же тоже, не хочется называть себя больными, но вот тоже в этой среде варим. Я не люблю эту тему. Хорошо. Давайте мы перейдем к другой теме. Потому что меня заинтересовало. Вы по натуре, я вот заметила, ну, во-первых, вы девы по гороскопу. Люди очень основательные. Они такие скрупулезные. Некоторые даже считают дев занудами. Вот в работе, во всем. Ну, основ... Вот правда, есть такая у вас основательность, честно скажу, подход и анализировать склонность. И прочитала я у вас мысль такая, что жизнь – это теория случайностей и ошибок. Это ваша формула. Ну, да, это... Да, ваша формула. Тогда вот поподробнее как-то об этом. Что это за, так сказать, теория? Ну, это, наверное... Кто этот дизайнер? Дизайн случайностей и ошибок. Это, наверное... Ну, вообще, я... Когда передо мной встал выбор после окончания школы, то я, как бы, стоял выбор в три ипостаси. Это же дизайн, журналистика и медицина. Журналистика непонятно, что, так сказать, предполагала, там, кем-кем-кем я буду. Вот. Дизайн тогда вообще мало был известен, да? И я выбрал медицину. Ну, у меня отец – врач, так сказать. Да-да-да. По профессии, по наследственности. И, ну, в общем-то, не жалею об этом. Но все остальное тоже, наверное, потихонечку так вот в моей жизни объединилось. А что такое случайности и ошибок? Все дело в том, что когда я был молодой, ну, мы молодые все максималисты. И мы говорим, вот, я вот себе поставил такую задачу, я сделаю то-то, то-то, вот к сорока годам доктор наук, там, ну, не знаю, ну, что там еще. Вот. Трое детей, там, я не знаю, еще что-то. Вот. Но жизнь все расставляет по своим местам. И она перед тобой совершенно ставит потом другие задачи. И возникает масса, вот, действительно, ошибок, вот, случайностей в жизни. Так вот, случайности, они не случайны, они закономерны. И нужно использовать те случайности, которые дает нам жизнь. Не, 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 вот, упрямо так вот идти какой-то к своей цели, понимаешь? А использовать ту случайность, которая тебе дается. И может быть, она как раз и... Может быть, это знак судьбы. Да, может, она тебя увидит как раз на что-то интересное. То есть, вот, я уже потом достаточно рано отказался от всяких там целей, от требований каких-то особенных к себе. И вот смотрел, куда меня вывезет вот эта стезя. Это мой путь. Я его абсолютно не говорю, что он там правильный или еще какой-то. И не настаиваю, чтобы он был там путем, чтобы он был другим, так сказать, не предлагая его. Но это мой путь. Вот путь – это дизайн случайностей и ошибок. И я его прохожу. То есть, вы верите в судьбу, что каждому человеку предначертано определенное? Я не столько в судьбу... Да, конечно, судьба, наверное, на генах у нас прописана. Но не столько я в судьбу верю, поскольку, я говорю, надо использовать то, что тебе дает судьба. И то, что дано Богу, наверное, как-то понять. Да, да, да. Надо это использовать. Надо не отмахиваться от этого и говорить, вот, у меня другая тропа. А надо использовать то, что тебе дает. И, как я говорю, Бог не фраер, он все видит. Хорошо. Я вот еще говорила вам лично и читала сайт, мне очень понравился сайт. Я, честно скажу, что видела впервые такое подробное жизнеописание. И это получился как бы и дневник, и такая летопись одной семьи, может быть, даже. Вот скажите, почему у вас возникла идея, во-первых, это написать, во-вторых, обнародовать? В общем, так подробно все. Каждая семья, каждый человек интересен. И я вот там пишу, как раз в этом сайте, о том, что мы все оказались без рода, без племени. Нас, мои родители, боялись мне говорить правду, то, что было. Отчего там погибали мои дедушка и бабушка, что там, какие были проблемы. Потому что, конечно, вот этот запрет, который был наложен, но рабство в котором... Да, собственно, в этом рабстве мы жили всю жизнь. Я не хочу сказать, что там плохо было в Советском Союзе. Да нет, там было. Мы были молоды. Но свое поколение, свое поколение мало кто знает до четвертого колена, а уж дальше уж тем более. Ну вот, я попытался, так сказать, что-то раскрыть. Вот я попытался показать в судьбе одного человека, в биографии одного человека, часть вот судьбы страны. И это каждый может сделать. И это будет так интересно. Мне гораздо интереснее бы это читать. Не свое, а чужое. Потому что я бы там, ну, получал бы что-то новое, что-то интересное. Но, к сожалению, мы об этом молчим. И, я не знаю, или стесняемся говорить, или гордыня нас мочит. Может, нечего сказать? Хотя, с другой стороны, как нечего. А может, не умеем. А может, не умеем. Я думаю, что не умеем сказать, есть чего. Только не умеем говорить. И когда я стал вот так копать, 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 и мне показалось, что это интересно. Для меня? Ну, может быть, и как часть всей страны. Во-первых, я вижу, что вы пишете интересно, это вам интересно. Это передается мне, я зачитываюсь. Мне действительно интересно. Я, кстати, себя поймала на том, что в последнее время моими любимыми книгами стали мемуары. Вот, знаете, я люблю смотреть по телевизору программы о жизни великих там людей. То есть, интересно, жизнь человека как-то такая. Я люблю очень рассмотреть старые фотографии, даже если человек мне не знаком. Вот я перелистываю фотографии там старые какие-то, и думаю, боже мой, вот эта вот жизнь человека, а как он был, что вот делал, кого он любил. То есть, мне безумно интересно, вот, ну, конкретный человек, да. И поэтому, может быть, не знаю, может быть, даже будущее, если действительно, если бы каждый написал такую книгу, представляете, как мы зачитывались бы. Ведь интереснее, чем жизнь, ничего не придумать. У меня, кстати, написанная книжка, да, вот, ой, господи, тут я принес немножко свои книжки. Это правильно. Она называется вот такая толстая. Переплетение имен или опыт комментария. Значит, вот там как раз вот такими кусочками, отрывками моя жизнь. Вот ведь я хоть и родился в Ленинграде, а так получилось, что мама не хотела меня рожать в Германии. А, господи, это... Это было после войны сразу. И она говорит, нет, фашистской Германии нет, она приехала опять в Ленинград, родила меня в Снегиревке. А потом так получилось, что отец его, он врач, и в госпитале работал на Западной Украине, я там прожил все свое детство, закончил школу Ивано-Франковск. Ну, раньше он назывался Станислав. И потом опять сюда приехал, поступил в институт, и дальше уже опять моя жизнь связана с Ленинградом, с Петербургом. Давайте так, я спою песню. Да, конечно, сюда мы спим. Можно? О том и говорим, говорим. Попытка полета. Посреди голодных лет Появился я на свет Кожи не было, но все же нарастил До двух лет совсем молчал Но с годами наверстал И долги свои с лихвою оплатил Школа нас учила жить Все, что можно говорить Что нельзя так даже в мыслях не держать По слогам читали мы Моё слово, словно горькое вино Я вино с друзьями пил, я врагов благодарил Значит, я живу не зря, пока вы есть И чертой переступя Кровью белый снег Хоть подбитый, но попробовал взлететь Хоть подбитый, но попробовал взлететь Вы такие же, как я За спиною два крыла Взмах другой И вот свободно понесли Всем законам вопреки Сила слова и любви Отрывает меня нынче от земли Отрывает и несет в тот единственный полет Где ни прошлого, ни будущего нет Где свобода и покой нам дарованы Мечтой, позабывшей, что ты только человек Позабывшей, что ты только человек Видно, в годы трудных лет Появился я на свет Кожи не было, но все же нарастил Пережитое, перебитое крылом Залежу врагам на зло Я долги свои еще не оплатил Я долги свои еще не отплатил Спасибо Дмитрий Баковицкий в гостях Программа Барда Онлайн 325 05 25 Это телефон прямого эфира По которому вы можете позвонить К нам сюда в студию И действительно проверить В прямом ли мы эфире работаем или нет Дмитрий, вот как раз хотела И поговорить с вами О послевоенном детстве Знаете почему? Потому что вот Ну, я, естественно, позже родилась Но вот по моим ощущениям Страна пережила страшную войну Страшное такое вот горе, да? Ну, разруха Страна была разрушена Миллионы людей погибло Но в то же время, мне кажется Вот в это время Объединяло людей Вот некая эйфория, да? Победы И того, что вот Мы будем там строить Нашу страну И идти к счастливому будущему Вот ваши ощущения Вот этого послевоенного времени На самом деле эйфории не было никакой Не было? Нет Но мы понимали, что победа Это победа Это было святое Вот Люди плакали Победа Это было святое Все, так сказать Трогать это было нельзя Но какая эйфория? Надо было бороться за жизнь Надо было стоять в очередях За хлебом Надо было Ну разве могла там Не знаю За 300 рублей А там потом 30 рублей Да С 61-го года Зарплата Там Уборщица Разве могла она жить на эти деньги? Жили Жили, да Жили Жили Ну Ведь не все же могли себе позволить масло Не всем себе могли позволить белый хлеб Не все себе могли позволить Ну я не знаю Мясо Нет, нет Эйфории не было Никакой эйфории Эйфория была в печати В печати Да Мы Выполним планы Я не знаю Созидание Вперед к победе коммунизма Эта эйфория была Мы верили в светлое будущее Вот что у нас было Причем мы настолько верили Нам хотелось, чтобы оно было Понимаете И вот эти шестидесятники Их там ругают И говорят, что они там Такие-сякие романтики Что они не в ту сторону Тянули Вот Но хотелось верить Вот в те красивые фразы Которые произносили наши лидеры Коммунистические Что мы будем жить В новую В новое время Вот Хотелось в это верить И мы надеялись Что Вот Все В рамках В рамках Вот этого Советского строя Можно будет преобразовать И мы сможем жить Ну Скажем Хочу сказать так Мы И старые разрушили И новые Пока еще не очень-то хорошо создали Вот Так что эйфории не было Нет Была борьба за существование И И И все было достаточно грустно На самом деле Это мы сейчас так Я же говорю Молодость Она всегда вспоминается Это все интересно Так У нас звонок на линии Дмитрий Я вас много прерыву Потому что Зрители Алло мы вас слушаем Добрый день Здравствуйте Дмитрий Извините Я не помню Вашего отчества Нас Как-то случайно Селилась На юбилей Татьяна Светушенко С тех пор Я вас Помню И Помню вас Как Врача Я у вас Бывала На сети И висимо Ваши Клиния В Петербурге В общем Я рада Случайно Вот Включил телевизор И я рада Вас видеть Даже Очень волнует Меня зовут Анна Женщина Которая поет Я вам желаю Здоровье Вы удивительный свет И замечательный человек Всего вам доброго И вашей семье тоже До свидания Спасибо Спасибо за добрые слова Ну вот Так получилось Что у меня Половина города Пациенты И слушатели Спасибо большое Я Ну вот лишний раз Убеждаемся Что Наверное Вот Врач И гитара Не совсем Лишнее Не совсем Лишнее Да Хотя я До сих пор До сих пор Я Если бы мне Надо было бы Пойти к врачу Понимаете Врач должен Себя отдавать Цель По своему делу Да А так Случилось так Что я вот Стал писать песню Ну что ж Ну ведь не наступишь На горло Собственная песня Да Как говорил Маяковский Так что Вот так Я попытался Это объединить И Хорошо это получилось Или нет Не мне судить Думаю что Есть конечно О грехе И в медицинской И в творческой Жизни Да без этого Не бывает Но Но Вот Я тут Вчера Как раз Споминал С друзьями У меня У одноклассника Отец Работал в рекколлегии И мы к нему приходили Там что-то говорили Про То что Бывают иногда Плохие оценки Он говорил Ученик без двойки Все равно что Солдат без винтовки Так вот я считаю что Мы должны жить Не как гламурные Какие-то Знаете там Все это Красивая Лаковая Лаковая Да Приглаженная Действительность А вот со своими ошибками С проблемами И Любить себя такими И опыт сына Ошибок трудных Да Пушкин Я еще хотела вернуться Все таки Вот К биографии вашей Знаете я заметила В 1953 году Вот у вас на изломе Так Событийном Происходили и ваши Какие-то перемены Вот в 1953 году Вы Это смерть Сталина Вы идете в школу В 1964 году Когда Хрущев Был отстранен От Так сказать Руководства страной Вы поступаете В первый Медицинский институт То есть вы на изломе Эпох Вот Вы как-то все пережили Хотела спросить Ну я не знаю Вот ваши ощущения Ну вот Вот как изменилась Вообще страна Вы это все видели В 1953 году Вот как Как это все Ну страна изменилась Так что если бы Я Сюда бы Допустим Вдруг Каким-то образом Бы исчез Ну не знаю Ну в 60 Там не знаю Там какого-нибудь В втором 63 году 64 Вот А потом бы появился Сейчас То небо и земля То есть сейчас Совершенно другая страна Другая Да и сейчас Я когда смотрю На допустим На молодежь Я понимаю прекрасно Что я Уже не тот Я другой И я не пытаюсь Приспособиться Я остаюсь тем Какой я есть Пусть вот на меня смотрят И говорят Вот это реликт Реликт прошлого Но по крайней мере Можно По крайней Ну вот По мне Судить О прошлом Я не Не пытаюсь Как там у Есенина Задрав штаны Бежать за комсомолом То есть За молодежью Нет Мне она интересна Но я Живу Свою жизнь Я был Ну если так выразиться Диссидентом В советское время Да Правда не сидел Я Меня обвиняли В антисоветской деятельности Так что у меня все Прошло Но А в партии вы были? Нет Я не был в партии Я был в комсомоле Причем я хотел Вступить в комсомол А меня не приняли Недостоин говорят Вот А потом Когда уже Надо было Идти в комсомол Там сказали Что вот Надо Надо Ты тянешь класс назад Вот А я уже не хотел Обидно Как же так Я недостоин был А теперь достой А теперь достой А в партию В партию Там очень интересная была ситуация Меня хотели сделать С главным врачом Мясокомбинат Вот Такая хорошая должность Она Мясо бы имел Мы мясо Да Вот Ну и говорят А это нет 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 проблем Мы это все сделаем Потом говорят Ой Ты же не член партии Ну это тоже не проблема Это быстренько мы Устроим Да Пошли в райком партии Московский райком Как раз этим занимался Пошли в райком партии А они говорят Ой Вы знаете Его нету В списках резерва Так что я И в партию Так сказать Ну это понятно Почему у меня не было В списках резерва Я не хочу Я не хочу углублять Эту тему Потому что В архивах Госбезопасности Наверное Там что-то есть Нам не наплевать Что там есть Как там есть Вот Не кривил душой Вот честно хочу сказать Не кривил душой Жил так как Честно Не гнался за Не пытался быть лояльным Вот Но Но в общем-то шел В этой Фарватере Конечно шел В том фарватере В котором шла страна Но Старался Вот В этих условиях Все-таки Говорить Не потерять И как-то Изменить это Понимаете Что-то изменить В этих условиях Как-то изменить Сказать людям Вот Другие слова Не те Которые Говорились по радио И по телевидению Да и сейчас По телевидению Ой Извините У нас очень хороший канал Ваша общественная телевидение Дмитрий Давайте может быть Песенку Вы готовы Какой-нибудь Респонд Да А я тогда Скажу о теме Это тема Вот опять-таки Вот эта книга Которую я говорю Последняя моя книга Переплетение имен И Одна из тем Вечных тем Как для советского времени Так и для нашего времени Вот И Я посчитал В моем творчестве Приблизительно Пятьдесят Различных имен Полсотни имен Вот Это известных И может быть Ну да В общем-то Известных людей Вот Которые Так или иначе Прошли через Мои песни И Я вот сейчас Спою Наверное Самое Известное Имя Письмо К Соболевскому Есть в столице Уголки Где тебе не одиноко Стретьцаринного Далека Как бы ждут Твои руки Волшебства Прикосновения Многочисленные Звездья Из разрозненной Цепи Вот замшелая Плита А на ней Рельеф Нерезкий Надпись Ниже Соболевский Боже правый Как проста Эта встреча Оживает дух Столетия Возвращая все На прежние места Петербург Париж Москва Благур Обжора Вечный Безалаберный Беспечный Словно Светская Малова Песни Карты И пирушки Кто же Друг его А Пушкин Тут бессильны Все слова Прошу тебя Мой друг Соболевский Пишу к тебе Мой друг Соболевский Мой милый друг Моншер Соболевский Живу за крей Моншер Аминь Безалаберный Мой свет Повидаться Надо что ли Запасись Вином Поболе Здесь порядочного Нет Вспомнишь Слово Ты мое От Торшка И до Володая Сыр швейцарский Проклиная И нечистое Белье И не надо Мне прокерн Если ты Излишне пылки Откупоривай Бутылки Хоть и сладок Этот плен Но не надо Мне прокерн Прошу тебя Мой друг Соболевский Пишу к тебе Мой друг Соболевский Мой милый друг Моншер Соболевский Живу за крей Моншер Аминь Что ты здесь Нагородил Я бронюсь Не милосердно А с похмелья Это вредно И к тому же Жаль чернил Денег нет А где их взять Вот причина Для раздоров Убегать От кредиторов Векселя Перекупать Или затеять Альманах Чтоб хватило На паштеты И пожарские Котлеты Предпочтительно В стихах Нам затеять Альманах Прошу тебя Мой друг Соболевский Пишу к тебе Мой друг Соболевский Мой милый друг Моншер Соболевский Живу за крей Моншер Аминь Я сегодня На диете Воду пью Взамен вина А всему Виной Она И прелестнейшие Дети Не идут Мои стихи От издателей Нет проку Лишь долги Растут Да только За какие же Грехи Мне судьбой Предрешены Эти баллы И дуэли Неужели В самом деле Все гадания Верны И судьбой Предрешены Живу при Моншер Соболевский Живу за крей Моншер Соболевский Моншер Аминь Моншер Соболевский Живу за крей Моншер Аминь Прошу тебя Мой друг Соболевский Пишу к тебе Мой друг Соболевский Мой милый друг Моншер Соболевский Пишу к тебе Мой милый Друг Дмитрий Боковицкий В гостях Программа Барды Онлайн Телефон Студии 325 05 25 Ну вот это была Серьезная песня Это понятно Она Вот там действительно Очень много Анализа Там фактически Это построено На письмах Пушкина Вот Мне приходилось Выступать На мойке 12 Даже в гостиной Александра Сергеевича Пушкин наши все Давайте мы тогда поговорим Немножко Об авторской песне И вот вы 40 лет уже как пишете 30 лет Вы пишете песни Да И вот 10 лет Вы не писали Ну как говорится Почему вы начали Нет я имею ввиду Что не сразу Почему вы начали писать песню Почему решили взять руки Гитару Почему решили стихи Вдруг Это вот тот самый дизайн Случайности и ошибок Или может быть кто-то Повлиял на вас Повлиял Когда студентом Конечно мы писали То есть мы пели Авторскую песню Это и понятно Как раз это был Самый Пик Авторской песни В 62-м по-моему В 61-м В 62-м году Да Я впервые услышал По голосу Америки Акуджалу Ну а где еще Я не знаю Честно скажу Тогда как раз Передача была О советском искусстве И там Про Евтушенко И про Акуджалу Одновременно Я тогда впервые услышал Меня это заинтересовало Потому что он как-то Вот лег На мои мысли Тогдашние И потом Так я пронес Акуджалу Через всю жизнь Вот сейчас Я даже Грустные еще слова Скажу Это слова Булата Акуджалу Ну к чему мы все Говорим Так о своих Булата Акуджалу В конце жизни В общем-то Где-то разочаровался В том что он делал Не совсем Но почти В том что он Написал Не в том что он написал А в том К чему он стремился Взяться за руки Не я ли Призывал вас Господа Почему же вы не Вслушались В слова мои Когда кто-то Властный Наши души Друг от друга Уводил Чем же я вам Не потрафил Чем я вам Не угодил Ваши взоры Словно пушки На меня устремлены Словно я вам Что-то должен Мы друг другу Не должны Кто мы есть Всего лишь Крухи В мутном море Бытия Наше Время Тем дороже Тем Короче Жизнь Моя Не сужу Вас с пристрастием Не рыдаю Не ору Со спокойным Вдохновением В руки Тросточку беру И на гордых Тонких ножках Ухожу В святую даль Видно Все должно Распасться Распадайся А жаль Спасибо Дмитрий У нас звонок Алло Мы вас слушаем Дмитрий Да Вы меня слушаете? Да Слушаю У меня такой вопрос Я действительно Уже такое поколение Что песня 60-х Очень хорошо Скажите пожалуйста Ваше отношение К Александру Каличу Ну Я буду Наверное В отношении Просто Удивительное отношение Вы знаете Когда я Отправлялся в школу Мама меня провожала Еще маленьким Был мальчишкой И я обычно Всегда напевал песню До свидания Мама Не горюй На прощанье Сына поцелуй Совершенно не зная О том Что в дальнейшем Я встречусь С творчеством Этого удивительного Потрясающего Человека Это Александра Галлина То есть В его творчестве Тоже существует Какое-то время Когда он писал Свои там Вас вызывает Таймыр И прочее Потом Когда он Отрекся От всего От этого От этих Льгот Которые Предоставляла Лояльность И стал Практически Вынужден Отказаться От всего Этого Счастливого Что ему Предоставляла Власть Он был лишен Ну что я буду Рассказывать Две 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 Половины Я бы сюда Добавил Вот кстати Показан Александр Галич Сюда бы добавил Александра Галича Потому что Это Отдельная Отдельная часть Авторской песни Просто удивительная Трагическая Я бы так сказал Трагическая часть Вот если Да И Висборо Конечно бы Добавил Четыре Таких Мощных А в чем Вы считаете Вообще Гениальность Ахуджава Ведь его Любил То есть Люди Простые Это философия Это философия Философия Правды Ведь Говорить Правду Галич Говорил Омолчать Тоже Было Омолчальники Вышли В начальник Галич Ахуджавы Это Это правда Да Которую Он говорил И вот Эта правда Да Становилась Как бы Основой Жизненным Кредо Вот Мы Делили Культуру Вот эту Песенную На радиопесни Которые По радио Исполнялись Тогда Исполнялась Только Да Официальная Была Жизнь И вот Эта Авторская Песня И вот Ахуджава Для меня Он был Давайте Так Я Спою песню Сейчас Хорошо Посвященная Была Ахуджаве Она написана Была давно Еще при его Жизни Я даже Подарил Ему Сборник Ахуджава Вы с ним Виделись Да Ну а сейчас Мы каждый раз 12 июня В день смерти Ахуджавы Собираемся На малой конюшиной Где-то В 18 часов Так что 12 июня В 18 часов Мы собираемся Прямо на улице Там Не надо искать Никакого дома Посрединке Где-то И независимо от того Дождь идет Или нет Мы поем Булата Ахуджаву Это вот такое Единение людей Может быть того времени Но там много молодежи Там много молодежи И Я говорю Не надо Пытаться Подстроиться Пускай подстраиваться Под тебя Вот Мы стремимся К далеким созвездиям Мы по дну океана Прошли Только вот Забываем как прежде Заглянуть в закоулки Души Я столбы верстовые Оставлю И тропинку туда Проложу Булат Шалвович Ахуджава Как святую Молитву Отвержу Булат Шалвович Ахуджава Как святую Молитву Отвержу Ритм другой И законы Дорогие И динамики В тысячу ватт Справедливость Нуждая Цапсирия Кто же прав Из них Кто виноват Купола А золотят Прежней славой Превратили в картинку Арамат Булат Шалвович Ахуджава Вы скажите Что так Что не так Булат Шалвович Ахуджава Вы скажите Что так Что не так Мудрость Можно поведать Негромко Булат Шалвович Ахуджава Ахуджава Остается Остается не так Много времени То есть У нас Где-то Десять минут Я хотела бы С вами поговорить О такой теме Может ли Творец без любви Нет Творческому человеку Вот как Ну нет Наверное Можно творить И без любви Я знаю Масса людей Которые Обходятся без любви И любовь не является Хорошо Может ли творец Дмитрий Баковицкий Без любви Ну разве вы не поняли Все песни Которые Все песни Все песни Перед этим Которые были Это песни о любви Давайте споем Давайте О любви Не надо Говорить Надо Или любить Нет Надо говорить Конечно Женщина любит В творче Да Ушами Ушами Да В творчестве То есть В творчестве Мы должны говорить Вот о любви Давайте я спою песню Да, давайте, конечно А тут что-то У нас мало песен Ну ладно Где Это май Ночь Или день Я как В волшебном Сне Песню любви Пела Сверей Полнолуние Песня любви Пела Сверей Полнолуние Помнишь ли Ночь Море Прибой И силуэт Во мгле Наши следы Смыло Волоной Полнолуние Полнолуние Наши следы Смыло Волоной Полнолуние Щедрая ночь Льет серебро Словно холодный снег Кто виноват В том, что прошло Полнолуние Кто виноват В том, что прошло Полнолуние Кто в океане Высветит путь Робкой надежды Мне Ты эту ночь Не позабудь Полнолуние Ты эту ночь Не позабудь Полнолуние Где это мы Ночь Или день Я как в волшебном Сме Песни любви Белосвирей Полнолуние Песни любви Белосвирей Полнолуние Спасибо огромное У нас звонок Пожалуйста Алло Мы вас слушаем Говорите Алло Да, да, да Мы вас слушаем Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Да, говорите Мы вас слышим Алло Это я говорю? Да, это вы Да Вы знаете что? Мне безумно нравится Человек Которого вы пригласили Я не знаю что Где он скрывался Где он находился раньше Почему его раньше Не показывали на телевидении Он умный Донкий Замечательный человек Мне 53 года То есть я примерно То поколение Ну, наверное, непременно не то То есть я Как вам сказать Случайно Например, прикоснулся к Акуджаве Меня Акуджава Не коснулся Непосредственно Я его Нашла Акуджава Акуджава Я его всего И учил Навезу Ну, приходите к нам 12 июня Ну, вот И так вопрос И не задали Хотелось бы, конечно Вопрос Но звонок хороший Согласитесь А вот Акуджава Ну, Акуджава А как же без него? А как же без него? Да, конечно Это замечательно Ну, вот мы подходим К концу Мы подходим Финал у нас 3 минуты Вот Секундомер отчитывает Может быть вы еще Песню Да, и буквально Финал такой Ну, задам вам вопрос Я родился на фонтанке У Аничкова моста Надо мною Невский ангел И знамение креста Я уехал из центра И длинным Отрезком через город Мой путь Под землей Пролегая По дороге домой Все же выйду на Невском И до воли знакомый Его не узнаю А на Невском Корнеты, гусары, кибитки На гороховый санет Цилиндры, вуали Мы прошли этот путь От любви до ошибки Неужели Обратно к любви Опоздали? Я любую судьбу Что даруют приемлем Кровью пишут Ее лепером по бумаге Осеняя крыло Фотографии Фотографии выцветшей В простенькой раме Что с тобою мой город Вторая столица Многократно спасенный И преданный нами Я не знаю Я не знаю кто стар В этой жизни Кто молод Кто на левом Кто правом Находится в фланге Осеняя крыло Этот сказочный Город Невский ангел Над нами летит Невский ангел По фонтанке Я пройду До ватрушки И поросе Сверонок Катерине Великой Но А Невским Конечков Ухаживал Пушкин Станет круг Этот нам Круговою Порукой Мы всего лишь Пылинки Вселенского Круга Где рожденье И смерть И минуют Судьбою Но хранима Судьба Моего Петербурга Если ангел Крыла Распростер Над него Я любую Судьбу Что даруют Приемлю Крою Пишут Ее Крылом По бумаге Осеняя Крылом Эту Грешную Землю Невский Ангел Над нами Летит Невский Ангел Невский Ангел Над нами Летит Невский Ангел Дмитрий Огромное спасибо Я очень рада Что вы пришли Мне хочется Дмитрий Баковицкий Был сегодня в гостях В программе Барда онлайн Я вам желаю Творческих успехов Здоровья Ну я не знаю Любви конечно же И мы встретимся С вами Уважаемые телезрители В следующем воскресенье И спасибо за то Что вы меня пригласили Спасибо